Рогатый символ Нижнего Новгорода вновь появился в наших лесах. Вот уже два месяца в Кержинском заповеднике живут северные олени. Несмотря на то, что олень это символ Нижнего Новгорода, с начала 20 века этих животных в наших лесах уже нет. Но в прошлом году было принято решение численность оленей восстановить. И из московского заповедника к нам привезли несколько особей. Держали их в условиях строжайшей охраны и секретности. На оленей нельзя было даже смотреть незнакомым людям, чтобы не напугать животных. И вот двухмесячный карантин кончился. Олени уже немного обжились на новом месте и сегодня к ним разрешили подойти поближе. Мы сейчас находимся в вольере в карантинном дикого лесного северного оленя. Этот вид занесен в Красную книгу России. И на базе Кержинского заповедника было решено возродить этот вид. Для этого было завезено несколько голов оленей. Самец, который сейчас находится вдалеке у ограждения, это самец, который привезен из Великого Устига. Это у нас самая старшая самка, двухгодовалая. Около кустов сейчас чешет рога самец. И за старшей самкой прячется самая маленькая. В стадии оленей всегда самка в вожак лидирующий. Вот она большая самая, с рогами. Она всех строит, как ей надо, гоняет всех. Вот поедят, поиграет, побегает, полежает, опять поедят. Так вы их проходите. Восстановление популяции лесного северного оленя – это все-таки научный проект. А олени сюда привезли не в качестве показа туристам. Поэтому, как и ранее, туристы смогут наблюдать за оленями из окна экоцентра с помощью бинокля или подзорной трубы. Этот проект рассчитан не на один и даже не на два года. Поэтому быстрых результатов ждать здесь не приходится. Все-таки это живые объекты и как они себя поведут. Но все равно года через два, скорее всего, они дадут потомство. Надеемся, что все у них получится. Данный вид зарегистрирован у нас на Гербе Нижегородской области. Поэтому возрождение такого вида, который занесен в Красную книгу, тем более России, это большой приоритет для нашей области. Кстати, в леса планируют выпустить только второе поколение потомства, чтобы олени уже генетически привыкли к новому климату. Произойдет это не раньше, чем года через три. Продолжение следует...